Самый любимый четвероногий житель Ненецкого округа Бурый Медведь вышел из зимней спячки. Сейчас Мишутка постоянно проживает в заповеднике Ненецке, куда он попал в 2012 году. У Бурого Медведя непростая судьба, его мать убили охотники, Косолапый долго скитался и чуть не погиб. Но сердобольные жители помогли ему обрести комфортное жилье и любящую семью. Ну а как чувствует себя лесной красавец после длительного сна, узнала наш корреспондент Любовь Пермякова. Мишка чувствует себя великолепно и уже готов к встрече с жителями региона. Конечно, он будет рад любому лакомству. Ненецкая телерадиовещательная компания тоже приготовила Мишутке сладкий подарок. Сейчас посмотрим, как он будет ему рад. Мишутка, лови! 27-летний хозяин Тундры с удовольствием принял подарок. Еще бы, ведь за время спячки Бурый скинул несколько килограммов. Напомню, Мишутка заснул в начале ноября прошлого года, а проснулся в конце марта. Медведь благополучно перезимовал, проснулся. Бодрый, веселый, вроде бы так, упитанный. В меру вес немного скинул за зиму. В принципе, будем открывать сезон посещения. В числе первых, кто посетил Косолапово, его давние добрые друзья Ненецкая нефтяная компания. Буровый медведя, которого зовут Миша, мы содержим уже много лет Ненецкая нефтяная компания. Вообще, наша история с Мишкой началась в 2012 году, когда мы построили этот вольер. Сначала Ненецкая нефтяная компания создала проект при помощи заповедника, который полностью его согласовал, чтобы соответствовал всем нормам безопасности. Мы построили ему жилье, и после этого как-то так сложилось, что мы стали Мишку кормить, стали его содержать, стали следить за тем, чтобы он был такой вот красиво упитанный, конечно же, при помощи заповедника. В среднем в год на содержание Мишки Ненецкая нефтяная компания тратит примерно полмиллиона рублей. Сюда входит полноценное питание и уход. Если брать на себя полностью затраты, конечно, это очень дорого для нашего заповедника. А так, традиционно, при поддержке администрации Ненецкого автономного округа, при поддержке Ненецкой нефтяной компанией, в общем-то, средства на этот год опять будут выделены на его содержание. По словам директора заповедника Станислава Золотова, большой вклад в Мишкино здоровье делают и неравнодушные жители округа, которые часто приносят ему любимые лакомства. Кстати, угостить Мишку и увидеть его после зимней спячки можно будет уже в эту субботу. 6 апреля в 11 часов состоится праздник весеннего пробуждения. Мишки на потягушке. Всех гостей праздника ждут мастер-классы, интерактивные площадки, познавательные игры, беспроигрышные лотереи и, конечно, главный виновник торжества. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова